Здравствуйте! Вы смотрите новости Осетии в студии Лисоха Балова и коротко о главном к этому часу. Цельную работу провели электрики. На помощь пришли к нам даже с правобережного района. И вот целые сутки они работали. В селении Дзуариха устраняет последствия урагана. Ветер беспощадно сносил крыши и обрывал линии электропередач. Облегчить боль и помочь семьям правительства России выделяет 10 миллиардов рублей на закупку необходимых медицинских препаратов для детей с редкими тяжелыми заболеваниями. 15 регион это история многих людей. Всех я, к сожалению, назвать не смогу, но хотелось бы поблагодарить всех. Оперативно, интересно, актуально. Информационный портал 15 регион 17 лет дежурит, держит руку на пульсе и ряд лет удерживает лидирующие позиции. Жители нескольких сел Лагирского района подсчитывают ущерб, нанесенный ураганным ветром. Стихия прошла накануне. Ветер сносил крыши, валил деревья. Прервались подачи света и воды. Как справляются с последствиями и кто поможет сельчанам в материале моих коллег. Сорванная крыша, обломки деревянных подпорных сооружений, оборванные электропровода. Ущерб Заурбек Гуреев еще даже не успел подсчитать. Кузов вчера, 13 февраля, где-то с обеда начался этот ураганный ветер. Пять часов у нас уже не было света, авария произошла. И где-то около восьми вечера вот такая сильнейшая такая волна ветряная была. И вот это все мгновение ока оказалось в саду, в огороде. На момент обрушения Заурбек был у соседей. Рассказывает, когда услышал страшный грохот, в первую очередь испугался за пожилого отца, который не встает с кровати. Сразу сюда, в кромешной тьме, с фонарями, такую картину видели здесь. Порванные провода, сломанные деревья. Вчера мы трудились над крышей. Здесь, конечно, немало, посмотрите, сколько всего. Чтобы разобрать эти завалы. А эти кадры сделали местные жители селения Дзуарикау сразу после урагана. Крышу дома семьи Дудиевых ветер тоже не пощадил. Полностью снес профнастил с сарая и коровника. Своими силами семья разбирает завалы. Соседи помогли накрыть крышу, но мировременная. При моих осадках вода попадет в дом. Придется ремонтировать не только кровь. А я встал утром и как посмотрел, это было страшное дело. Пока потихоньку. Вчера ребята пришли, соседи собрались, где-то человек 10. И говорят, если снег пойдет, дождь пойдет. А у нас там внутри, ну как всегда, евро ремонт. Все деньги вложили и евро ремонт сделали. Вот вагонкой там все-все-все. И как они начали, вот этот круг постел, поднимать туда, выравнивать. И выравнивали ногами все. Если дождь пойдет или снег пойдет, все пропадет. И по-быстрому, где-то за один час мы исправили. На ремонт дома семья взяла два кредита, которые еще не погасили. Починить еще и крышу, как следует, не по карману. Надеются на помощь. Глава Феогдонского сельского поселения Валерий Гуриев объездил район после урагана. Оценил ущерб. В итоге пострадали 25 домов. Все ущелье, каждый населенный пункт, каждый дом, где полностью снес крышу ветер, где частично. Но на данное время надо постараться им оказать какую-то материальную помощь. А так, куда им деваться, бедным людям, понятно все. И вот сейчас решается вопрос. Мы составляем акты, передаем в районную администрацию. В районе будут решать, какую помощь, в каком размере будут оказывать. Этот вопрос, конечно же, без внимания не ставим. Будем обращаться в различные инстанции, чтобы помогли. Ветер в Феогдоне – явление привычное, говорят местные. Но такого не припомнят. Район на целый день остался без света. Полностью восстановили электричество только к утру. Колоссальную работу провели электрики. На помощь пришли к нам даже с правобережного района. И вот целые сутки они работали и днем, и ночью. Вот, и света, вот сейчас, на данное время, ликвидацию полностью провели. И в каждом населенном пункте на данное время есть электроэнергия, отопление по поселку. В самом поселке Феогдон пострадали многоэтажки. Частично снесло крыши. Слетела кровля из гаражей. Ветер повалил деревья. В восстановлении и разрушении ураганного ветра принимали активное участие местные жители, в том числе молодежь. Однако часть материалов не подлежит вторичному использованию. Марина Караева, Ибрагим Чочиев, Новости Осетии. В Владикавказе реконструируют систему водоснабжения. Госэкспертиза уже выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию. По мнению специалистов, город нуждается в больших объемах воды. Адженигитсовское месторождение состоит из четырех подземных водозаборных сооружений Чернореченского, Балтинского, Длиннодолинского и Реданского. В начале 2000-х специалисты Гипрокомводоканала Ростовского проектного института провели полные исследования водоснабжения города. Это тот институт, который в принципе разработали схему водоснабжения и схему водоотведения нашего города, города Владикавказ. И они однозначно сказали, что надо что-то делать для того, чтобы мы этот не испортили и не потеряли свой подземный бассейн. Действительно, этот бассейн уникальный, объем запаса хватает. Но от того, как мы правильно будем его эксплуатировать и оттуда расходовать воду, от этого много будет зависеть и на долгие годы этот запас воды нам будет хватать. Руководство города проделало большую работу по выводу водоканала из стадии банкротства. Судебные тяжбы длились почти три года. В результате водоканал стал собственностью Владикавказа. Сегодня подстанцию «Редант» посетили глава администрации Владикавказа Тамерлан Фарнеев, министр ЖКХ топлива и энергетики Майран Томаев, специалисты и руководство подстанции. Обсудили дальнейшее развитие водоснабжения города. Ни комитет ЖКХ, ни директор водоканала, ни энергетик водоканала, ни все замы, ни главный инженер, никто не вправе спокойно ложиться спать дома, пока у наших жителей слышим и видим недовольство от наших жителей. Мы сегодня будем вкладывать деньги и в модернизацию, в замене самих трубопроводов. Это и в комитете ЖКХ в этом году впервые заложили на это деньги. И сам водоканал, надеюсь, мы создадим такое предприятие, которое больше никогда не должно попасть в процедуру банкротства, которое априори не может быть, как мы привыкли говорить, в минусе. Напомним, ночью 1 февраля на подстанции Редант произошла авария, из-за которой жители города на несколько часов остались без воды. Электропитание скважин водозабора восстановили в 7 утра. В причину, выясняют специалисты Ростехнадзора, Вячеслав Бетаров поручил ответственным ведомствам разработать четкую программу развития, чтобы подобные ситуации не возникали в будущем. Водозаборные части скважины, они имеют питание 380 вольт от подстанции, принадлежащих Ростехнадзора. Аварийная ситуация, которая произошла, тоже произошла не на территории водозабора. За территорией находится подстанция Редант, принадлежит она Ростехнадзора, и авария произошла у них. Движение по Транскавказской автомагистрали на участке Бурон, Северный портал с Рокского тоннеля запрещено в обоих направлениях для всех видов автотранспорта. По информации МЧС, это связано с ухудшением погодных условий. На ВГД из-за погодных условий на территории Грузии запрещен проезд для большегрузов. Специалисты Управления дорожного хозяйства Кавказ занимаются расчисткой дорожного покрытия от снега и льда, а также мониторингом окружающей среды. Особенно ухудшились погодные условия на территории Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Ввиду неблагоприятных погодных условий, ФКО «Опардор Кавказ» призывает всех автомобилистов избегать обгонов по встречной полосе, а также резких торможений. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКО «Опардор Кавказ» Плюс семь – восемьсот семьдесят девять – триста тридцать три – одиннадцать тридцать девять. Гроду из строительного и бытового мусора и полная антисанитария. В таких условиях проживали жильцы на улице Тельмана. Но сейчас ситуация изменилась. На месте старого, непригодного для жилья здания новая пятиэтажка. Марина Караева с подробностями. Эти кадры дома на улице Тельмана вспомнят многие, особенно те, кто живет рядом. В свое время расселенный дом принес немало хлопот своим соседям. Груды строительного и бытового мусора, полная антисанитария, нежеланные гости, которые обворовывали пустующие квартиры. Словом, идеальные декорации для съемок фильмов ужасов. Но сегодня картина иная. На месте старого, непригодного для жилья здания новая пятиэтажка. В 2020 году мы выиграли тендер. И в 2021 году заключили контракт. И начали строительство, сносили фундаменты и начали возводить. В этот дом будут переселять жильцов аварийных домов. Сейчас работа кипит. Строители ведут кровельные, электромонтажные и отделочные работы. На данный момент у нас идет стяжка полов уже на последних этажах, на пятом этаже. Также штукатурка на пятом этаже тоже заканчиваем. Вот на этой неделе, или в начале следующей недели уже закончим. Электропроводка у нас закончена везде. И также у нас идет еще монтаж газопровода. То есть тоже почти заканчиваем. И установка дверей начинаем. Установили входные двери. Дом возводят в рамках федеральной программы повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации. Поэтому многоэтажка может выдержать даже землетрясение. Дом рассчитан, проходит по сейсмике. Вот что значит, чтобы мы понимали? Допустим, он выдержит какой-то балл? Ну, он рассчитан на восьмебальное землетрясение. И надеюсь, не будет у нас в республике такого. Но если что, мы готовы к этому принять удар. В доме 50 квартир. Жильцов ждут не пустые стены. Тут будет полноценный ремонт под ключ. В комнатах обои, на кухне плитка, на полу ламинат, а еще межкомнатные деревянные двери. Есть и подвальные помещения. Находимся мы в двухкомнатной квартире. На данном огне вот на кухне. На кухне у нас подведение всей коммуникации. Газ, вода, отопление, электричество. То есть, практически тут уже черновая работа закончена. Переходим к отделочным работам. Санузел совмещенный. Коридор, просторный коридор. Прихожая. Так. Здесь у нас. Дальше у нас идет спальная спальня. Здесь у нас спальня с витражом. По бокам будет с витражом. Дальше у нас зал. Зал тоже просторный. По нынешним нормам как бы. А сколько вообще квадратура двухкомнатной квартиры? Двухкомнатная квартира здесь у нас 56 квадратов. В доме три подъезда. Они разные. В одном только двухкомнатные, в другом только трех- и двухкомнатные квартиры. В одном из подъездов на каждом этаже четыре квартиры. Это три однокомнатные, одна двухкомнатная. В однокомнатной 38 квадратных метров. Это просторный зал, совмещенный санузел и кухня, в которой есть балкон. По проекту предусмотрены винтажные окна, которые открывают вид на город. Строить этот дом начали в конце февраля прошлого года. На темпы строительства повлияла пандемия коронавируса. По документам его должны сдать в октябре этого года. Но, несмотря на сложности, строители обещают сдать его раньше заявленного срока. Марина Караева, Майербек Дедиккаев, Новости Осетии. Правительство России в этом году выделит 10 миллиардов рублей на закупку необходимых медицинских препаратов для детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Лекарственным обеспечением займется фонд «Круг добра», специально созданный по поручению президента. По словам главы Кабмина, они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. Сегодня Международный день борьбы с детским раком. В Северной Осетии на учете с различными злокачественными образованиями состоят 153 ребенка. По словам специалистов, ранняя диагностика, международный опыт, весомая поддержка государства помогают победить детские онкологические заболевания. Технологичные методы лечения, они все-таки базируются в центральных клиниках федеральных. Но что удалось достигнуть для наших детей? То, что большая часть детей имеет возможность сейчас лечиться дома. То есть первичную диагностику, уточнение стадии, молекулярную диагностику дети имеют возможность получить в Москве и получить первую часть лечения, такую интенсивную, в центральной клинике. А дальнейшее лечение, а лечение очень длительное, до двух лет, такой максимальный протокол АМИД, они имеют возможность проходить дома, на базе нашего отделения. Потому что раньше дети практически все это время вынуждены были находиться в Москве. Сегодня в России вспоминают воинов-интернационалистов, исполнивших служебный долг за пределами Родины. Именно в этот день, 32 года назад, последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Десятилетняя война унесла жизни почти 15 тысяч советских солдат и офицеров. Выполнить свой интернациональный долг из Северной Осетии отправились порядка 1200 солдат и офицеров. Около 60 из них не вернулись домой. Павших героев вспоминали и во Владикавказе. Памятная акция прошла в Мемориальном парке воинов-афганцев. Участники боевых действий, родные погибших и военнослужащие 58-й армии возложили цветы к памятнику. Медали и грамоты от Всероссийского и регионального отделения Союза ветеранов Афганистана вручили тем, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи. Сейчас в Северной Осетии проживают более 800 ветеранов афганской войны. Мы каждый год встречаемся на этом памятном месте для нас и вспоминаем друзей, которые не вернулись. Сюда приходят родители тех ребят, которые не вернулись. И, как говорится, мы перед ними слоняем головы. Информационный портал «Пятнадцатый регион» отмечает 17-й день рождения. Оперативность – главный конек корреспондентов портала. Уже несколько лет «Пятнадцатый регион» удерживает лидирующие позиции по количеству посещений. Ребята всегда держат руку на пульсе и стараются оправдать доверие читателей. В гости коллегам заглянула Алана Тумаева. Стук клавиатуры не стихает здесь в течение всего рабочего дня. И так уже 17 лет. Первый информационный портал «Северная Осетия» и «Пятнадцатый регион» празднуют свой день рождения на работе. Сейчас в редакции 10 сотрудников. Освещают самые важные новости республики. Пишут оригинальные аналитические статьи и очерки. В написании текстов для меня прежде всего важно то, чтобы достоверно донести информацию до населения и желательно как можно быстрее. Несмотря на то, что я на пятнадцатом регионе работаю достаточно недолгое время, уже есть определенные награды. Это конкурс главы за лучшую журналистскую работу. И я надеюсь, что на этом мои достижения не будут остановлены. И в дальнейшем у меня получится еще завоевать какие-либо награды. Свою работу редакция не прекращала ни на один день. В период пандемии работали в усиленном режиме. В месяц на портале выходило более 300 авторских материалов. А в мае прошлого года зафиксировали рекордное количество просмотров. Порядка 200 тысяч. Контент не только на русском языке. Все важные материалы сразу переводят на осетинский. «Мы являемся одним из ведущих порталов Северной Осетии. Для нас, естественно, важны наши национальные традиции. И важно, чтобы новости самые острые звучали, в том числе на осетинском языке. Помимо аудио, которое могут прослушивать люди с проблемами со зрением, у нас есть вкладка, которая выглядит следующим образом. Рядом с текстом есть вкладка «Иронал». Вы кликаете на нее и переходите непосредственно на страницу, где текст уже переведен профессиональным переводчиком». Кроме того, законопроектно предусматривается оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией работников здравоохранения. Помимо текстового контента, на портале выходят фото, видео и аудиоматериалы. С лета 2019 года запустили аудирование новостей. Это сделали для слабовидящих людей. Формат аудио-новости оказался популярным. «Включения составляют только большие новости, либо статьи. Но иногда я тоже их сокращаю под себя уже и начитываю. В целом, в среднем, я бы сказал, самая такая удобоваримая новость для меня – это полминуты. В среднем она получается 45 секунд. Берем минусовку, ставим на нее мой голос, этим я занимаюсь всем сам, и, соответственно, потом выкладываю уже на портал». Состав 15-го региона за 17 лет менялся не раз, но для каждого сотрудника важно донести до своего читателя достоверную актуальную информацию. По словам руководства портала, редакция опирается на классические стандарты журналистики. Такая преданность профессий дает плоды. Информационный портал «15-й регион» признали лучшим интернет-смин на творческом форуме «Медиа Кавказ-2018». Наград много, но главное признание – преданные читатели, говорят в редакции. «15-й регион» – это история многих людей. Всех я, к сожалению, назвать не смогу, но хотелось бы поблагодарить всех тех, кто на протяжении долгих лет работал во благо процветания сайта. Сегодня коллектив тоже старается работать объективно, оперативно, ну и, разумеется, подготавливать для своих читателей интересные материалы и статьи. Портал стремится идти в ногу со временем. Динамично меняется и развивается. Планов много, впереди новые проекты. Но главное для сотрудников «15-го региона» – рассказывать все самое интересное 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Алана Тумаева, Хэтагопоев, Новости Осетии. Автопарк Северо-Остинского отделения Почты России пополнили 22 новых автомобиля. 14 автомобилей «Ларгус» и 8 машин «Форд» позволят работать еще оперативнее. Транспорт будет распределен между отделениями. На линию уже вышли 8 автомобилей. Остальные проходят процедуру регистрации. Еще один автомобиль «Соболь» предназначен для почтового обмена с Южной Осетией. Почта России регулярно обновляет автопарк. Сегодня почтовая отрасль в республике обслуживает 73 автомашины. В ближайшее время поступят еще 12 единиц автотехники. Среди них 5 «Камазов» грузоподъемностью 20 тонн и вместимостью 46 кубических метров. Они будут осуществлять магистральные перевозки по маршруту Владикавказ, Минеральные воды, Владикавказ. «Прибывший автотранспорт как ускорит доставку почтовых отправлений, так само собой улучшит качество обслуживания населения. То есть для нас это очень важно. Все машины будут использоваться именно в производственном процессе. То есть будут запущены на кольца по доставке и отправлению почтовых. Поэтому будем надеяться, что еще мы сможем ускориться, усилиться благодаря этому автотранспорту». В Северную Осетию с рабочим визитом посетил заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Максим Зайцев. С однопартийцами обсудили вопросы взаимодействия. Это и подготовка к предстоящим выборам в Госдуму. Максим Зайцев также встретился с активистами российского движения школьников. Говорили о системе образования. Политик ответил на вопросы молодежи, выслушал мнения и предложения по ряду вопросов. «Мы сегодня продолжаем активно работать по приему граждан, по работе с избирателями. Смотрим, изучаем проблемы жителей в Северокавказском округе. Разъясняем нашу законопроектную работу. Рассказываем об инициативе фракции ЛДПР в Государственной думе. Будем проезжать ряд объектов, которые новые сейчас строятся на территории Северокавказской республики. Сегодня у нас была достаточно интересная встреча с российским движением школьников, где наше молодое будущее поколение поднимало очень взрослые и серьезные вопросы». В Владикавказе прошел первый этап первенства Южного и Северокавказского федеральных округов по хоккею. Участники – игроки до 13 лет. Команды из четырех городов – Ставрополя, Астрахани, Новочеркасска и Владикавказа. Столицу республики представляет команда «Аландские барсы». Впереди еще два этапа. Затем финал он пройдет в марте. «У нас боевое настроение всей команды, и мы надеемся, что победим». «У нас две победы, и вот у соперников две победы. Сейчас будем играть, как бы, ну, решать, кто и что. Будет финальный этап проходить в конце марта, скорее всего. Вот к нему и готовимся». Вы смотрели новости о Сетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова